Сильная, мощная, спокойная собака с эффектным окрасом. Добрый друг и суровый сторож. Московская сторожевая собака. Результат – селекционная работа, в которой использовались такие породы, как Сен-Бернар, Кавказская овчарка и Русская пегая гончая. Этот пес специально был выведен для охранно-караульной службы. С первого взгляда эти собаки кажутся неуклюжими медведями, но в случае угрозы они мгновенно преображаются. Имея сильно развитый охранный инстинкт, сторожевые никогда не заводятся с полуоборота, а сначала анализируют ситуацию. Московская сторожевая – это собака, которая не знает страха. Ее по праву называют идеальным сторожем и телохранителем. Если имуществу или самому хозяину и членам семьи грозит опасность, москвич готов яростно сражаться даже с противником, превосходящим его по силе или с несколькими противниками одновременно. Хозяину московская сторожевая предана бесконечно, как и всем остальным домочадцам. Она не выделяет одного фаворита, относится ко всем одинаково и слушается всех. Главная задача такой собаки – защита веренной ей территории. Именно поэтому представители данной породы интересуют большинстве владельцев частных домов с прилегающими угодьями. Даже если у вас достаточно большая территория – не беда. Собака прекрасно справляется с подобной задачей. Наоборот, можно сказать, что это не только не будет проблемой, но и пойдет на пользу вашему питомцу, так как порода московская сторожевая нуждается в большом количестве свободного места и любит находиться на улице. Если вы друг семьи и не являетесь злоумышленником, который проник на охраняемую этим животным территорию, вам бояться нечего. Московская сторожевая никогда без причины не бросится на дружественного человека, по крайней мере, если ее воспитывали нормально и не поломали психику в раннем возрасте. Московская сторожевая при правильном воспитании будет иметь покорный характер и слушаться своего хозяина. Но такой пес подойдет не каждому. Слабохарактерные люди не смогут воспитать полноценного друга и компаньона. Собака чувствует неуверенность и слишком мягкий характер человека и, скорее всего, постарается доминировать над ним. Если хозяин будет слишком жестоко относиться к питомцу, то пес вырастет трусливым. Только уверенный человек с твердым, но не жестоким характером способен воспитать из московской сторожевой настоящего друга надежного охранника. Сторожевая – уравновешенная собака. Любит поиграть с домочадцами. За своих пес принимает только тех, кого он знал с детства. Это касается как людей, так и других животных. Выходя за пределы дома, московская сторожевая сразу становится внимательным охранником. Следует помнить, что несмотря на доброжелательное отношение собаки к домочадцам, по отношению к чужим животным, людям, в том числе детям, она может проявить агрессию. Выгуливать их следует только в места, где нет скопления людей, использовать поводок и надежный намордник. Московские сторожевые одинаково ровно относятся к каждому члену семьи. Они не делят домочадцев на любимчиков и эпизодических персонажей и стараются прислушиваться к каждому из них. Но это не значит, что собака не в состоянии догадаться, кто именно в доме главный. Совсем наоборот. Питомец, живущий в семье, всегда в курсе, за кем право последнего слова. У московской сторожевой очень громкий и грозный лай. Но лает она только строго по делу. В основном это тихое животное, которое во время сна может лишь иногда похрапывать. Сон у лохматого гиганта очень чуткий. Он слышит все, что происходит на охраняемой территории и всегда готов к атаке. Одной из приоритетных задач, поставленных перед кинологами при выведении московской сторожевой была неприхотливость в содержании. И цель оказалась достигнута блестяще. Густая шерсть, крупное телосложение и мощный скелет. Вместе с внушительной массой тела обеспечивает собаке идеальную защиту от любых неблагоприятных факторов окружающей среды. Московская сторожевая не боится ни летов морозов, ни знойного лета. Неповоротливость и грузность у московских сторожевых кажущаяся. На самом деле представители этой породы гораздо активнее своих предков-сенбернаров, так что посадить их в вольер и просто наблюдать за ними не получится. Особенно поднапрячься придется владельцам квартирных особей, больше всего страдающих от гиподинамии. Выгуливать таких москвичей придется как минимум 2-3 часа в день, перемеживая обычные променады активными играми. В противном случае у собаки появляется лишний вес и целый букет опасных заболеваний. Содержание московской сторожевой на цепи недопустимо. Московские сторожевые собаки являются прекрасными пловцами. Они с большим удовольствием купаются в водоемах. Животному необходимо достаточно большое количество пищи, богато витаминами, чтобы оно развивалось и достигло необходимых размеров, массы. Москвичи подвержены очень сильной линьке. Московская сторожевая, как и все представители крупных пород, взрослеет лишь к 2 годам. Она долго остается игривой и очень активной и нуждается в продолжительном воспитании. Воспитывать животное следует уже с раннего щенячьего возраста, с самых первых дней появления в доме. Дисциплина обязательно во всем. В противном случае и щенка вырастет бесконтрольная собака, которая будет проявлять агрессию без повода по отношению ко всем. Необходимо сразу установить четкие правила для питомца и никогда их не менять. Московская сторожевая нуждается в обязательной дрессировке. Это вовсе не означает, что собака может быть только охраной и не подходит для содержания в семье. Дело лишь в том, что генетический потенциал охраны собаки должен просто быть реализован. Иногда можно услышать мнение, что порода с трудом поддается дрессировке. Это в корне неверно. Дело в правильном подходе к воспитанию собаки. Московская сторожева отличается достаточно хорошим здоровьем и при правильном уходе живет 10-12 лет. Как и все крупные собаки, москвич имеет предрасположенность к ряду заболеваний суставов. Кроме того, есть склонность к сердечной недостаточности. Нерациональное питание в сочетании с низкой физической активностью приводит к ожирению, возможно, аллергия. Эффектная внешность, уравновешенный характер, прекрасные охранные качества. У породы есть все, чтобы стать великолепным другом и компаньоном. Однако тем, кто мечтает об этой крупной, сильной собаке, стоит подумать, по силам ли им воспитание и содержание этого гиганта собачьего мира. Если вы чувствуете в себе силы, необходимые для воспитания собаки, сможете уделять ей достаточно внимания, регулярно заниматься, то через пару лет с вами рядом окажется прекрасный сторож и великолепный компаньон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok